Эрмитаж хранит и экспонирует богатейшую коллекцию предметов прикладного искусства Франции 17-18 веков. Ни одна из других эпох не знала такого блестящего развития самых разнообразных видов прикладного искусства – художественной мебели, шпалер, тканей, вышивок, изделий из бронзы, фарфора. Во Франции того времени установилось тесное содружество ювелиров, мебельщиков и ткачей с крупными художниками. В создании этих предметов принимали участие такие выдающиеся живописцы и скульпторы, как Вуэ, Лебрен, Буше, Фальконе. С творчеством некоторых из них вы уже познакомились в предыдущих фильмах. Коллекции прикладного искусства Франции складывались в Эрмитаже постепенно. Еще в 1717 году Петр I в Париже получил в подарок французские губелены. Серебряные сервизы знаменитых мастеров заказывались императорским двором. Многие ценные ювелирные изделия были подарками послов, прибывавших в Петербург. Во второй половине XVIII века Зимний дворец обогатился замечательными произведениями французских фарфоровых мануфактур. И среди них следует упомянуть знаменитый так называемый сервиз с камеями. В Эрмитаже значительное число первоклассных произведений французского прикладного искусства поступило также и из частных собраний, как собрания Юсуповых, Шуваловых, Шереметьевых. С полным правом эту Эрмитажную коллекцию по широте и разнообразии можно считать одной из лучших в мире, так как она показывает развитие разных стилей, силей барокко, рококо и классицизма на лучших художественных образцах. КОНЕЦ КОНЕЦ Прикладное искусство Франции XVII-XVIII веков. Именно в этот период французское художественное ремесло обретает неповторимую самобытность. КОНЕЦ Еще совсем недавно в фаянсовом производстве работали итальянские мастера. Откачи шпалер повторяли серии брюссельских стенных ковров. Самсон Разрушающий храм Эта шпалера Выткана по картону французского художника Симона Вуэ. С его именем связано формирование национального стиля барокко. КОНЕЦ Кабинет черного дерева Так называли шкаф на высоком подстолье. Если в начале века кабинеты привозили из Италии и Фландрии, то теперь их стали делать и во Франции. КОНЕЦ На дверцах кабинета в медальонах Изображены сцены из романа «Эндимион» поэта 17 века Жана Гомбо. Внутри кабинет решен как интерьер парадного зала того времени. В многочисленных ящиках хранились драгоценности, коллекции резных камней и монет. КОНЕЦ Есть здесь и тайники. КОНЕЦ КОНЕЦ Кабинет мог служить письменным столом. КОНЕЦ 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 Со второй половины 17 столетия в Версальскому двору подражает вся Европа. В это время прикладное искусство достигает небывалого расцвета. Складывается так называемый большой стиль. Этот кабинет черного дерева – образец стиля времени Людовика XIV. На створках и ящиках вырезаны сцены библейской легенды о жизни Иосифа. КОНЕЦ Кабинет напоминает архитектурное сооружение. Ножки имеют вид кариатид, а фасад украшен объемной скульптурой. Крупнейшим мастером этого времени был Андрей Шарль Буль. В его мастерской в галерее Хлувра заказывали мебель «Король» и иностранные дворы. Одна из работ Буля – двухстворчатый шкаф черного дерева. Талантливый рисовальщик, он создавал и формы, и декор мебели. Мастер виртуозно владел искусством набора орнаментов из цветной древесины, но излюбленным украшением его изделий были тонкие узоры из листовой меди и пластинок черепахи. Буль достиг таких успехов в этой технике, что мебель с подобным набором стали называть его именем. Подлинной мебели Андрея Шарля Буля сохранилось очень мало. Один из его шедевров – храница в Эрмитаже. Торжественно выглядели в дворцовых залах золоченые кресла, обитые шпалерами. Столы-консоли с позолоченной ажурной резьбой и мраморными столешницами. Шпалера «Замок Шамбор» из серии «Королевские замки». Автор картона – Шарль Брэн, глава мануфактуры Гобелена. Первый художник короля изобразил здесь прогулку Людовика XIV. Зубцы – от вышитого балдахина парадной кровати, изделия той же прославленной мануфактуры. Апогей большого стиля. Со временем вкусы меняются. Формы мебели и орнамент приобретают легкость и изящество. Считается, что этот черепаховый столик был свадебным подарком Людовика XIV португальской королеве. Он украшен узором, выполненным в технике пике. Раскаленный иглой, в панцире черепахи прокалывали отверстия. Они заполнялись золотой проволокой и превращались в рисунок, напоминающий кружево. Золотом и перламутром инкрустированы фигурки китайцев. Интерес к искусству Востока, заморским диковинкам, становится характерным для этого периода. Орнамент с восточными мотивами украшает и верхнюю часть зонтика. Кружевной узор вырезан из бумаги и наклеен на золотую парчу. О форме самого зонтика мы можем судить по изображению на одном из медальонов. Детали расписаны гуашью. Изображение экзотических животных и растений, сценки из китайской жизни и тонкий арабесковый орнамент, все эти мотивы встречаются в композициях Жана Берена, художника, подготовившего переход к стилю рококо. Именно эти легкие, гротескные орнаменты Берена видны на французских фаянсах этого времени. Тот же орнамент на черепаховых и медных узорах мебели Андре Шарле Булля. По картонам Берена ткутся шпалеры. Вак из серии «Гротески богов». Увенчанный балдахином портик можно видеть на разнообразных предметах. На серебряном настольном украшении крупнейшего ювелира – Клода Балена. На широком волане, шитого иглой французского кружева. «О времена регентства, дни утех, когда уже никто не ищет славы, а только наслаждения и забавы», – писал Вольтер. В эпоху регентства, в начале XVIII века, развивается стиль рок-ко-ко, изысканный и грациозный. Меняется характер интерьера. В зале Эрмитажа воссоздана часть салона одного из парижских особняков этой эпохи. Деревянная облицовка стен украшена резьбой. Изображение раковины становится основным мотивом орнамента. Над дверями укрепляется живописное панно. Более камерной становится и мебель. Корпус комода работы Шарля Крессана плавно изогнут, фанирован розовым и палисандровым деревом. Субтитры создавал DimaTorzok Появляется множество столиков, рабочих для рукоделья, кофейных. Их распространение связано с модой на экзотический напиток – кофе. У мебели этого времени нет прямых углов. Она очень пластична. Не менее разнообразной формы шкафов. Картоньер для хранения рукописей. Шкаф-секретер. В XVIII веке возникают новые типы кресел. Небольшое креслице – кабриолет. Ножки его изогнуты, само представление о тяжести меняется. Удобное кресло с пуховой подушкой называется маркиза. Широкое сидение связано с модой на пышной юбке. Для обивки кресел и диванов использовались вышивки и шпалеры. Стиль рококо воплотился и в работах искусных ювелиров. В Эрмитаже хранится большая коллекция французского серебра. Сосуд для охлаждения вина, словно омываемый гребнем волны. Произведение Тома Жермена. О работах этого мастера с восторгом отзывался Вольтер, называя его руку божественной. Восемнадцатый век по праву зовется веком фарфора. В это время он был открыт европейцами. Зеленый сервиз создан на Северской королевской мануфактуре по заказу Елизаветы Петровны. Для изделий этой мануфактуры характерна роспись в незакрашенных медальонах. Они обрамлены золоченым орнаментом. Особенно славилась посуда с цветными фонами. лимонно-желтым, бирюзовым, розовым помпадур, названным так в честь маркиза помпадур. Коридон и Лизетта персонажи комедии Фавара Долина Монмаранси. Группа исполнена из бисквита, неглазурованного фарфора. Фальконне, будущий автор Медного всадника, посвящает десять лет жизни созданию моделей для фарфора по рисункам Буше, а также повторяет свои скульптурные произведения. «Кто б ни был ты, вот твой наставник», так сказал Вольтер об Амуре Фальконне. К семидесятым годам вновь пробуждается интерес к античному искусству, к античной простоте, к прямой линии. Во всем господствует строгая симметрия. Секретер красного дерева работы Анри Ризнера. В это время барон Гримм писал, обращаясь к Дидро. Уже прошло несколько лет, как снова были обнаружены античные формы и орнамент. Мода стала настолько общей, что все делается на греческий манер. для отделки мебели использованы фарфоровые пластины северской мануфактуры. Они имитируют изделия английского керамиста Веджвуда. Ювелирной тонкости достигло искусство обработки бронзовых накладок. Ни одна страна в XVIII веке не могла соперничать с Францией по совершенству произведений из бронзы. Из бронзы в сочетании с серебром и расписными амалями выполнена Чесминская чернильница. Она посвящена победам русского оружия в Турецкой войне. Чернильница была заказана Екатериной Второй французскому художнику Демальи. В середине века славились мастера отец и сын Кофиери. Часы кухня похожи на игрушку. Фигурки кавалера и кухарки выполнены из фарфора, а утварь из серебра. предполагают, что эти ажурные вазы из бронзы и слоновой кости были исполнены Пьером Гутьерром для Людовика XVI и Марии Антуанетты. Эрмитаж и Эрмитаж Эрмитаж обладает многими произведениями Пьера Филиппа Томира мастера позднего классицизма. Одна из его ранних работ декоративная ваза из порфира в оправе из темной и золоченой бронзи. Искусство фарфора также не осталось в стороне от всеобщего увлечения античностью. Сервис с камеями создан на северской мануфактуре по заказу Екатерины Второй. Росписи имитируют орнаменты древнего Рима, а в медальонах видны античные камеи. КОНЕЦ По своему изяществу это был особый век. Экспозиция Эрмитажа дает нам прекрасную возможность почувствовать неповторимость прикладного искусства Франции этой эпохи. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ